Лето 1942 года. Каземата 35-й береговой батареи и пещеры Мысо-Херсонес становятся свидетелями одной из самых мрачных страниц истории Севастополя. Десятки тысяч человек, чудовищно измученных, израненных и практически безоружных, лишенных надежды на эвакуацию, остаются здесь. Без воды, еды и медикаментов. 1 июля. Артиллерия 35-й батареи наносит последний шрапнельный удар в упор по врагу в район Камышовой балки. Ночью основной командный состав эвакуируется на самолетах и подводных лодках. Оставшиеся командиры организуют группы сопротивления и, поднимаясь в рост до последнего патрона, бьют врага. Мы находимся в снарядном погребе первой бронебашни. Прямо за этой разрушенной стеной колодец башенной установки. В ночь с 1 на 2 июля 1942 года батарея была взорвана. Но в этих разрушенных помещениях продолжали вести организованную оборону бойцы и группы подполковника Комарницкого. Вплоть до 12 июля помещения орудийных блоков и паттерны батареи продолжают служить укрытием для последних сопротивляющихся защитников Севастополя. Как известно из документов, воспоминаний, немцы подрывали такие очаги сопротивления Толом, немецкие саперы. С Херсонесского аэродрома везли авиационный бензин, заливали во все отверстия, поджигали. И здесь видно на останках следы подрыва, то есть осколочные ранения. Небольшое количество останков обуглено и видны на разных предметах следы пожара. Форт Максим Горький-2, как именовали 35-ю батарею немцы, состоял из двух 305-мм башенных установок. Каждый снаряд весил 471 килограмм. Дальность стрельбы превышала 40 километров. 35-я батарея предназначалась для защиты с моря. Во время войны она долгое время позволяла контролировать подходы к городу, а в июле 42-го стала последним оплотом сопротивления. Вокруг этого колодца расположены погреба, два пороховых и два снарядных. Вот через вот эти технологические отверстия подавались с погребов. Это как раз находятся, есть снарядные погреба по два отверстия. Вот сохранился тут столик, через который подавались, конечно, в плохом состоянии. И здесь загружались башню на втором отделении башни, которое находилось на шариковых опорах, что позволяло башне вращаться. И уже вращалась туда, куда нужно было производить стрельбы. Взрыв превратил большую сложную инженерную конструкцию в груду камней. После Великой Отечественной войны стране победителю нужны были ресурсы для восстановления. И в 1949 году остатки одного из мощнейших фортификационных сооружений береговой обороны главной базы Черноморского флота разрезали на металл. При строительстве музейного комплекса расчисткой орудийного блока первой бронебашни никто не занимался. Он ждал этого долгие годы. Расчистка началась с 4 июля и продолжалась до 27 августа. Было вывезено более 300 тонн грунта, перебрано вручную, и около 40 тонн камней, глыб бетона были подняты краном на век. Все это было расчищено. Участвовало в основном от 3 до 5 человек. И очень хорошо помогали волонтеры с разных городов нашей страны. Из Москвы, Ижевска, Белгорода, Нижневартовска, Королёва, даже был волонтер из Киева. Проделана огромная работа по расчистке первой бронебашни. И самые главные находки здесь – оборванные человеческие жизни. Во время расчистки на нижних этажах, перегрузочное отделение, где мы с вами находимся, были найдены останки, разрозненные останки. Мы их посчитали, это останки с 7 человек. То есть большое количество людей здесь не могло укрыться. Фрагменты оружия, боеприпасы и большое количество стрельменных гильз. И только у двоих из найденных бойцов есть шанс снова обрести имена. Во время расчистки первой башни были обнаружены личные вещи. Накладка на перочинный нож с инициалами ЩА-Ж. И краснофлотская пряжка с инициалами КА. Нож предположительно принадлежал ЖА и Щербаку. О хозяином пряжки может быть один из трёх человек. Это или комендор Александр Казачихин, или командир отделения арт-электриков Андрей Колотухин, или гидроакустик Александр Ковчуга. Кому было суждено погибнуть именно в этом месте, окончательно установят дальнейшая работа поисковиков. Во время расчистки первой бронебашни были найдены и другие предметы. Большая редкость сейчас – вот такие вот шары, похожие на ядра Крымской войны. На самом деле это часть шарикового погона башни. То есть башенная установка, она без порядка 700 тонн. И вот вращалась она именно на этих шарах. Было всего 144 шара. Найден уникальный экспонат, уже второй. Первая такая печать бронзовая для печатания помещений. Была найдена во время строительства батарея. На этой печати написано «Четвертый сектор, народный комиссар обороны НКО, береговая батарея номер 35». Четвертый сектор. До этого была найдена точно такая же печать «Пятый сектор». То есть какие-то помещения как-то делились между собой, были ответственны. И когда батарея не стреляла и никаких учений не производились, помещения опечатывались. Вот эта печать была найдена, уже вторая печать найдена именно в первой бронебашне. То есть это очень уникальный экспонат для нашего музея, он очень ценен. Официально расчистка орудийного блока первой бронебашни 35-й береговой батареи завершена. Но под обломками некогда мощнейшего сооружения остаются десятки неизвестных человеческих судеб. Не все павшие за Севастополь смогут вернуться из небытия. Но они живы, пока мы помним их подвиг. Ксения Богинская, Юрий Риутин, Севинформбюро. Ксения Богинская, Юрий Риутин, Севинформбюро.